Камская ГЭС. Попытать рыбацкое счастье здесь ежедневно собираются десятки любителей посидеть с удочкой. Но правила рыболовства и кодекс об административных правонарушениях категорически это запрещают. Предусмотрена двухкилометровая запретная зона в нижнем бьефе реки Кама, то есть ниже Камской ГЭС. Так как рыба поднимается вверх против течения, в сторону Камской ГЭС, соответственно там происходит очень большая концентрация рыбы и, так скажем, рыбаки этим пользуются. Рыбачить здесь запрещено и из лодки из берега, любыми средствами лова. Но, как известно, запретный плод сладок. Чтобы умерить аппетиты местных рыбаков, несколько раз в неделю сотрудники транспортной полиции выходят в рейды. Нарушителей пруд-пруди. Уважаемые, подходим к служебному катеру. Вы находитесь в двухкилометровой запретной зоне. В поисках рыбацкой удачи большинство задержанных выходят на воду практически каждый день. Присутствие в запретной зоне, как правило, объясняют незнанием закона, которое, впрочем, от ответственности не освобождает. Но есть и те, кто знаком с правилами. Я просто не рассчитал, думаю, я ещё далеко. Рыбачить в основном в районе Шерейхина, уважаемую водную полицию. Она всегда как бы следит за порядком. – Садок уберите, пожалуйста. – Ограничения, никто не говорит, докуда. – Два километра. – Ну вот докуда они, два километра. Мне к ГЭСу нисколько не тянет пенсионеру тысячу или две отдать. Это накладная штука. За нарушение правил рыболовства грозит штраф с конфискацией улова. За каждую рыбу также придётся заплатить – от 17 до почти 500 рублей, в зависимости от вида. На рыбацкие сети, оставленные без присмотра, действует правило – ни пойман, ни вор. Полицейские их просто изымают. Александра Михеева, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.